Итак, зрители, всем привет, с вами снова Эмбра, и это продолжение нашей истории про Атлантиду. Смотрите, сейчас у нас очень важный опять момент. Нам нужно сделать высадку в Великобританию. У неё сейчас 164-204, ну это где-то 180 дивизий. Мы делаем высадочку 22 дивизиями. Но вот сколько на континенте, пока я без понятия. Вообще, на самом деле, сейчас стоит из битвы выйти, посмотреть хотя бы сколько здесь в порту стоит. А насчёт битвы, здесь один авианосец есть, которого всего 13 прочностей, при этом у него организация 0. То есть, просто походу без матросов он плавает. Его нужно как-то потопить, пока Великобритания не отвела его и не начала чинить. Хотя авианосцы там много месяцев чинятся, так что если даже её ведёт, то не сильно большая для нас будет проблема. За это время я планирую уже Великобританию захватить. Сколько дивизий вообще Великобритания держит на своём острове, а сколько нет, нам может подсказать вот этот вот момент. Смотрите, здесь 2 дивизии, 11 дивизий, 8 дивизий и тут сколько-то непонятно дивизий Великобритании. Это только один участок на всей планете. Вот ещё сколько дивизий у Великобритании. Также у неё территорий на самом деле заморских очень много и здесь она вроде бы не сильно много держит. Но можно примерно рассчитать, что хотя бы половины у неё здесь возможно и нет. Но я пока догадки никакие пихать вам не хочу, потому что сам точно ничего не знаю. И Турция. Турция вообще красавица на самом деле. Захватила Запад Ближнего Востока, вышла Египет, Нубию уже захватила, в Судан теперь пошла. И здесь японцы прям вообще-таки по магазине стоят. Она же на воде стоит, да? Видите, даже без мода японцы могут ходить по воде. Во как. И Иран здесь, конечно, да, чуть-чуть страдает, но я планирую захватить Великобританию. И закончить эту войну уже раз и навсегда. И спасти Иран до того, как он капнет, а то чувак нам помогает, а мы сейчас его так подставляем. В Великобритании единственная цель, которая у нас осталась. И после её падения начнётся мирная конференция. И также, естественно, хочу воевать ещё с осью. И желательно это делать до того, как Советский Союз капитульнёт. Потому что тогда все силы бросятся на нас. А Советский Союз будет держаться долго, если столица у него улетит на Дальний Восток. Если нет, то это всё, как бы он быстро капнет. Ну чё, давайте-ка будем делать высадку, поехали. Ай, стоять, авиация, авиация, конечно же, у нас идёт сюда. И штурмовики тоже сюда. Они нам должны помочь сделать нормальную высадочку. Ай, только я не посмотрел флотом, сколько там дивизий стоит в портах. Поторопился чё-то. Только что об этом говорил, а сам... Ладно. А, хотя тут всего одна дивизия. И то какая-то организация у неё не очень. Могли бы сразу на неё налететь, если бы я знал. Ах, ну ладно. Поторопился так поторопился. Ну ничего, мы сейчас быстрее высадимся. Уп, уп, битва начала. А, нет, 21 дивизия успела проскочить, но одну дивизию не зажали. Чё-то я рассчитывал то, что они не дадут им так быстро высадиться. Вообще, сейчас нам нужно занять как можно быстрее порт. И пока Великобритания своей дивизией, которую хотя бы она держит на острове, не подвела быстрее сюда. Нам нужно уже начинать занимать какие-то там участки. Ну-ка, давай, пошли, пошли. Самое главное сейчас взять порт. Самое главное. Манчестер вот сюда. Возможно, даже их стоит на две части разделить. Тогда они не смогут себя нормально чувствовать на своих же территориях в таком случае. Так, хорошо, битва у нас прошла. Сейчас стоит... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, у нас организация вообще мёртвая у этих. Я хотел их подвезти сюда, чтобы они бомбили с моря. Но я думаю, пока это делать не стоит, потому что можно потерять авианосцы. Давайте-ка их сейчас выведем ремонтироваться. Пусть они, короче, занимаются. А здесь... Ой, мы одну дивизию потеряли. Это же я. Куда лежу без потери-то при высадках? Ну, понятно. Поехали. Агрессивка. И вот так. Занять нужно максимально большие территории. Пока Великобритания не проснулась ещё. Вообще, вот это вот котёл. Великобритания, а чего у тебя вообще дивизии, что ли, на острове, оказывается, нет? Да ладно тебе. У тебя стоят, вон, вижу, в городах, но что-то как-то маловато, учитывая то, что у неё всего 200 дивизий, блин. И она вообще не рассчитывала на то, что высадки как бы будут. Вообще, да, как бы флот большой. И она не рассчитывала на то, что провернётся высадка. Но с таким флотом мы бы сразу высадиться в Великобританию, ну, вряд ли бы смогли. А вот то, что захватили Ирландию, и здесь, через один участок моря, мы смогли быстро высадиться. Пока они не смогли среагировать вовремя и подвести весь свой флот, чтобы подавить высадку. Вот так вот нужно сделать. С крупным врагом всегда нужно сокращать время нахождения ваших дивизий при высадке в Ваде. Это очень важно. Поэтому лучше взять какой-то остров именно с него, а потом делать сами высадки. Вообще, вот это нужно убрать, чтобы фронт сузить. Так, ну тут, конечно, порт, они уплывут. Вот, подводить свои корабли, чтобы они не давали им уплывать, я не буду, потому что потеряю корабли. Корабли не смогут уплыть. Так, ладно, давайте-ка пробуем здесь. А, не попробуем, значит, сюда. Через реку, блин, атакуем. Ну, дивизии, видите, они уже подвели свои. Не большую, конечно же, часть. Даже не треть, но подвели. И лол, они нас выжимают отсюда. Это хреново. Ага, у нас же авиация здесь не работает. Значит, авиацию подводим и вот сюда. А штурмовики, давайте-ка вот сюда вот вы пойдёте. Давайте-ка немного привстанем. Постойте, укрепитесь. Хотя здесь, на севере, на самом деле, можно даже и проатаковать. Вообще, вот, слишком много дивизий на север ушло. Я так не хочу. Попробуем, наверное, окружить эту дивизию. Если получится, то можно, наверное, Шотландию взять и без особых усилий. И тогда у нас дивизии с севера освободятся и пойдут уже на ю. Блин, она всё больше и больше дивизий сюда подводит. Прям вообще хреново, на самом деле. Я рассчитывал сделать всё по-быстрому. Так, сейчас вот эти две профки мы берём. И это котёл. Да? Да, всё. Стоять. Так, Эдинбург. И быстрее сюда. Обычно столица Великобритании улетает именно сюда. Вот, а если мы сейчас возьмём это заранее, то не будем париться. Так, смотрите, в чём дело. Здесь у тебя как авиация. Истребители у нас, конечно же, лучше. У нас здесь все виды авиации практически. Стратегии, штурмовики, тактики. Истребители 400. Это нам очень сильно должно помочь. Конечно, их стоит разделять, потому что авиация может помочь только в одной ячейке. Ну, хотя здесь, видите, разделено чуть-чуть, потому что здесь ещё штурмовики работают. Так, и три дивизии у нас топчатся на севере. Хотя, на самом деле, мне кажется, там больше дивизии не будет, и мне стоит одну эту дивизию отправить на юг. Но, видите, они заняли реку. Прям аж сюда, которая едет. Это хреновенько, на самом деле. И сейчас нам нужно выходить к средним танкам. Через лёгких это будет долго. 100, 100, 100. Тут можно на 168 и выйти сразу сюда, я так понимаю. Да, я думаю, это нам и стоит сделать. Сейчас изучим тяжёлый танк и выйдем сюда. Это будет побыстрее. А вот это вот у нас котёл. Главное их просто не отпустить. Слушай, давай-ка ты тоже ему помоги. Во, хорошо. Здесь также я пробую сделать котёл. Нашёл ещё здесь в Шотландии одну дивизию, надо её убрать. Я думаю, это последний, на самом деле. Так, это мы сейчас закрываем, и я отправляю эту одну на юг. Я переставил сейчас агрессивного на обычку, а то вижу, они неадекватно атакуют. Так, сюда. Слушай, 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 слушай. О, правильно, правильно, давай, давай, давай. А ты давай останови этих. Слушай, это котёл. Это прям такой очень вкусный котёл у нас будет. Также, что я сейчас хочу взять? Можно взять вот это вот. Но мне кажется, нужно взять перманентный фокус на... На что? На ремонт построек. Смотрите, сколько у нас поломанных. Ещё войну закончим, и это всё всё равно надо бы учинить, поэтому это надо сделать заранее. Потеряем. Великобритания полмиллиона посеяла. Блин, пробьём эту конницу, а? Во, пробили, отлично. Так, смотрите, сколько здесь теперь дивизий. Ой, как ты поступаешь, хорошо. Слушай, а ну, давай. Эй, а куда эти дивизии сейчас уходят, вы чё? Хорошо, вот это мы сейчас убираем, и всё. Эти дивизии переводятся сюда, и нам нужно пробить. Хотя бы реку, кстати, неплохо так пробили, на самом деле, но вот эта вот часть, это атаковать сложно. Но авиац... Господи, у них две тысячи штурмовиков сейчас. Ё-моё. Вот, блин, я жал... Удерживать позицию и направлял сюда, и они не хотели выходить туда. И я решил, что пофиг, не буду мучиться, отправлю их на немедленный ремонт. А они же пошли на порт прописки. И пока эти дохлые авианосцы плейли путь сюда, вот их по дороге, ну, один, короче, грохнули, потеряли, блин, целый авианосец. Ё-моё, это вообще очень больно, но хотя они нам уже не сильно нужны, у Рейха Флота толком-то нет. Вместо эсминцев может поставить авианосец. Ну, хотя, знаете... Тюди, жалко, я сбил. У нас же там сейчас можно изучить авианосцы. У нас вообще эти авианосцы как бы второго уровня всего лишь, а вот бы взять третьего, было бы вообще прекрасно. Но для этого ячейка нужна, а мне их не хватает, на самом деле. Так, ну а здесь давайте-ка занимаем... Куда вы уходитесь? Вот так и знал, что пойдут на север. Не-не-не. Там нам делать нечего. Всё, эту дивизию мы сейчас убираем по-быстрому. Ты давай тоже так вот топай, ну, чисто так для галочки ячейки пойти позабирать. А тут здесь, смотрите, по одной дивизии стоим. Реку таким количеством не пробьёшь. Хотя вот здесь вот можно, наверное, попробовать. А здесь я делаю сейчас ещё один котёл. Можно уничтожить, блин, восемь дивизий. И всё, это будет уже последний удар по Великобритании. Такой козёл она точно теперь уже не выдержит. Так, отлично. Это мы сейчас убираем, вот эти переключайтесь сюда. Шестёрка, разбираемся. Так, нужно быстрее Карновул взять. Карновул, скорее всего, здесь будет одна дивизия стоять. Обычно в портах она стоит. Но, короче, сразу вот так вот сделаю. Нужно его быстрее убирать, потому что это лишний фронт будет. Шотландию полностью мы сгрызаем. Котёл здесь сделали. Конечно, надо подождать, прежде чем атаковать дальше. Но пока эти подойдут. Ну, ладно уже. В принципе, мы и так спокойно себя здесь чувствуем. Опа, Лондон. Давай-ка его возьмём. Мне кажется, это уже будет падение Великобритании после взятия Лондона. Возьмём, давайте, Лондон скорее. А, хотя да, это всё уже. Без сопротивления. Толком-то. Это падение Великобритании? Два процента! Ну, чё, всё. Порт смут берём. И это падение. Наконец-то. Конец войны. Есть. Уф, ребят, сколько мы здесь... Нифига себе, 50 процентов. Посмотрите, сколько. У них, оказывается, на складе всего мало было. Смотрите, что мы можем сейчас забрать. Вы поглядите просто на это. В первую очередь я хочу погрызть Францию, чтобы нам не приходилось делать высадку прямо в Рейх. Я думаю, атаковать в суше будет проще намного. Здесь я не буду забирать Прованс, потому что здесь река большая проходит. И, если что, обороняться сможем даже с более меньшим количеством дивизий. Также тут Рейх как бы имеет большое количество очков, поэтому с ним, наверное, придётся что-то делить. Вот, допустим, Франция, которая, ну, вроде красивенько разделилась. Нормальные границы. Думаю, сможем здесь нормально стоять. Жалко то, что вот здесь пробиться будет сложно, из-за линии Мажино. Ладно, сейчас в первую очередь нужно забрать Великобританию, потому что в США вряд ли начнёт Рейх грызть. А вот Великобритания для него очень даже вкусная цель. И её нужно как можно быстрее забрать. Вот, блин, посмотрите, что этот Рейх сделал. Забрал Северную Ирландию и ещё огрызок Шотландии. Ах, сюда, наверное, придётся подводить всё-таки. Ну, хотя бы одну дивизию я здесь точно оставлю. Потому что он же сможет сюда перебросить свои дивизии. Или нам придётся занимать свой флот, который здесь будет кружить и ловить дивизии, которые он будет отправлять сюда. Вообще, я бы Турасу, конечно же, отдал бы сейчас эти территории. Но это не сейчас самое важное. Вообще, я хочу забрать ещё Лемурию. Почему вот Лемурия Индия для нас очень важна? Потому что мы имеем вообще модификаторы на плюс 20% к людским ресурсам с ненациональных территорий. Тут, конечно, не очень, но в Индии очень много людей живёт. И мы в любом случае будем получать много рекрутов. В этой территории тоже нужно забрать. Но пока что мне интересна США. У неё хорошая промка. Конечно, она не особо нам важна, потому что мы забрали Великобританию, Францию. Да и на наших островах промка тоже хорошая. Сейчас у нас такая проблема, что я даже не знаю, что производить. Но мы будем сейчас делать средние танки. А вот промка США как раз-таки для этого нам очень даже сейчас должна сильно помочь. Итак, я сейчас на Мул забираю вот эти вот территории, которые по праву должны являться нашими. А также я хочу замаринетить США, потому что у них корабли остались. Вообще, на самом деле, эти острова можно было им оставить. Но я думаю, это не самая лучшая идея. Так, вот это мы тоже себе забираем. Вот это мы себе забираем. Ух, сколько здесь островов-то, а? Хотя, возможно, стоит вот это вот оставить США. Давайте-ка это сделаем. Я думаю, это будет хорошая идея, потому что здесь вроде как есть порты. Если нет, то мы построим. Ой, это наш остров. И тогда США может чинить нормально свои корабли и производить, собственно, новые. Для нас очень важно, потому что здесь как раз-таки Япония. И еще острова японские. И будет идеально, если США подведет сюда свой флот, а мы свой гонять лишний раз не будем. Значит, Норвегию трогать не хочу. Данию сейчас я тоже себе заберу. Я также забрал прямиком себе Панамский канал. О, Ямайка. Белиз. А хотя стоять, давайте-ка Белиз отдадим мы Мексике. Просто понимаете, она, наверное, ждала, пока мы отдадим ей южные территории США. Но она, знаете, она в этой войне только поцарапала чуть-чуть дивизии Америки. Хоть у нее там было аж по тридцатку дивизий, но они были очень слабые, поэтому дамага не вносили. Но Белиз, Белиз я и могу отдать вполне, почему бы и нет. Так, вот это мы все скушали. И сейчас у нас остается Индия или Мурия. Давайте-ка я Ирану отдам вот эти территории. Турции я отдам вот эти вот территории. Прямо даже давайте какой-то такой Египет. Все, это сильно широкий фронт будет. Турции это не надо. И, возможно, есть то, это вот так вот. Хотя это, наверное, не самая лучшая идея, потому что поставят она сюда, какую-то дивизию сюда. Они быстро обрежут это все. Это будет котлы. Очень узкие земли, если отдавать, то хотя бы вот так. Тоже обрежут, это будет анклав. Не очень круто, я бы отдал бы им Крит еще. Все, это Турция заслужила. А сейчас нам нужно забирать себе Лемурию и Индию. Итак, что мы в итоге имеем? Два с лишним миллиона людских ресурсов. И при этом стоит только ограниченный призыв. Но все благодаря вот этой вот штучке. Мы используем обычных людей, не великих атлантов, а обычных людей в нашей армии. Небольшой момент неприятный получился. Рейх очень некрасиво взял и забрал вот эти вот земли. Прямо вписался неудобно. Но мы это все отобьем чуть позже. Индия также вся под нами. Австралия наша. Новая Зеландия наша. У США 269 кораблей. Ну, 11 дивизий только. Рейх забрал две территории. Ну, опять у Бразилии появилась работа в будущем. Африку я не стал вообще трогать. Потому что все равно мы ее оборонять не будем. Мы дофига ресурсов берем с Акуменией, с Лемурией. Да и ресурсы на территории США. Да вообще их бы нам хватило бы точно. Потому что смотрите. По торговле как. Алюминий. На одну фабрику прыгаем. Здесь полностью убираем. Резина. Вот эта вот резина в Голландии мы покупали. На 17 фабрик. Убираем, конечно же. Бразилии тоже не надо, спасибо. Хром у Кубы на три фабрики нам не надо. Мы так эту голландскую Ост-Индию напитали фабриками. Ё-моё. Ну, а также смотрите, что я заметил. Да? Рейх гарантит Японию. А Япония гарантит Рейх. Но при этом они не в одном альянсе находятся. Но напав на ось, мы будем воевать с японским альянсом. Ну, и также и наоборот. Также Турции я решил отдать вот эту все-таки провинцию. Ну, была не была. Острова также чуть про них не забыл. Крит отдали. И жалко то, что Кипр им не отдали. Рейх забрал себе. Ну, а сейчас что я делаю? Я убираю вот эти дивизии с территории США. Потому что они нам там уже совершенно не нужны. Беру и перевожу их вот сюда вот. А также вот эта вот 21 дивизия. Мы ее допитаем еще тремя дивизиями. Я ее поставлю вот сюда. Вообще здесь даже и 12 бы наверное хватило. Потому что через такую реку они вряд ли нам пробьют. Тем более с такой поддержкой авиации. Но здесь очень широкий фронт. Я рассчитываю. Если бы мы взяли территории Франции с севера все. Под нами было бы и Мажино. Либо мы просто не видим. Либо Рейх сломал Мажино. О злости. Ну, короче, когда дойдем узнаем. Ну ладно. Как есть, так есть. В принципе здесь конечно реки. Но они, видите как. Тут можно встать если проатакуем чуть-чуть. А вот эта десятка, которая здесь стоит. Я ее перевожу сразу же в эти вот дивизии. Мы их пополняем вот этими. 22. Также нужно еще будет 2 дивизии сделать. Я вообще. Вот эти вот 2 дивизии как раз сюда и пойдут. Так, тут 72. Сейчас план какой-то поставим. На вот это оно собьется. Поэтому максимум там будет 24. И я 24 еще одну пожалуй сделаю. Вот так. Вот эти вот 13 дивизий. Они у нас пойдут вот сюда. Конечно, вряд ли здесь будет большое сопротивление. И прям 13. Ну не самая лучшая идея посылать. Но мало ли что там будет. Все-таки территория Рейха тут ну вообще плыть нефиг делать. А также нужно будет разместить наши дивизии вот здесь. Разместив здесь 24-ку, вообще надо знать как сделать. Мы скорее всего вот это вот продадим. А хотя стоять, Сиам. Сиам не под Японией, тюты. А я уже начал сюда. Думал, что им отдам. Но 24-ка здесь вполне можно укрепиться. Потому что смотрите реки, горы. Если даже один уровень укрепления подоставить. И самолетов для обороны. Можно вполне даже удержаться здесь. Все. А здесь 24-ка как раз таки выдержит. Надо правда еще 3 дивизии сделать. А что не хватает? А автотранспорта у нас не хватает. Ой, ну это прям беда такая. Вот так мы делаем. Да, я потом с производством разберусь уже между этой серией и следующей. Также еще парочку дивизий отправлюсь сюда на покрытие Ирландии. Думаю, вообще не стоит забирать. Нафиг она нам нужна. Нам быстрее Рейх капнуть и выбраться с кого нас территориям. А также Италия. У Италии дивизий где-то 150. У Рейха 350. И это нам нужно где-то соткой прожать, понимаете? Ну а у нас много людских ресурсов. И если мы подтянем, то вполне можно накопить кучу дивизий. Но тогда Рейх уже закончится Ледским Союзом. И придется разбираться полностью со всеми его дивизиями. И вот здесь выбор. Что же лучше, напасть сразу же имея немного, но при этом и враг будет иметь не шибко много. Либо же подождать и укрепиться полностью. Короче, вот так вот. Ну что ж, ребят, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Скачивайте этот мод полностью на русском языке из нашей группы ВКонтакте. Пишите там свои вопросы на стене или общайтесь. Ну а с вами был Эмбра. До встречи.